В Тирасполе прекрасная погода, я решил спросить у наших жителей, что же нужно делать на даче? Работать или отдыхать? Пусть наш спор рассудят знающие люди. Прошу. Что делать на даче? Работать или отдыхать? У нас просто спор со ведущей. Ну, дача, смотря для кого. Для молодежи можно и отдыхать. А ветеранам трудиться, да? Ну, в наше время сейчас ветераны не зарабатывают своей спиной, они работают на даче. Я думаю, надо для начала работать, чтобы потом можно было на даче отдыхать. Вот так. Мне нравится, что у наших респондентов тоже возникает спор, как у меня с ведущей. Думаю, лучше отдыхать. Ну, наверное, надо работать, я так думаю. Вот, спасибо. Дайте пять. А вы работаете? У меня нету дачи. Поэтому нужно работать. Наверное, дачи покупают люди, чтобы отдыхать. Для кого-то работа, отдых. Ну, а вот вы как? Ну, конечно, в меру. Немножко поработать, потом отдыхать. Вообще считаю, что труд из обезьяны делать человека. И труд – это лучше отдых в какой-то степени. Кому хотите, привет передайте. Анне Ивановне по истории, учительница. У вас есть дача? Ну, была уже, нету. А что случилось? Никто не хочет на ней работать. Что нужно делать на даче? Работать или отдыхать? Это у кого на что душа способна. В наше время вообще-то выгодно на даче, конечно, что-то еще и вырастить. Но, тем не менее, надо и отдыхать. Все-таки нужно работать, потому что труд облагораживает человека. В конце недели, я так, насколько помню, на седьмой день отдыхать всем нужно и на даче, и в городе, если на даче нет возможности. Ну, по мне так отдыхать, конечно же. Но отдыхать, да. А кто будет работать? Ну, блин, я ребенок. Вот это позиция. Поздравляю. Расскажи, пожалуйста, что это у тебя на руке? Иван Ужа. Что означает? То, что для меня не будет никаких преград, в плане того, если я захочу чего-то добиться. Замечательно. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя дача? Нет. Будешь наливаться дачи? Да. Все, два ножа есть, отлично. Будет чем у тебя розы окучивать. Это охранник всех дач. Расскажите, пожалуйста, рецепт хорошего отдыха на даче. Едем всей семьей, жарим шашлыки. Вот и наш весь отдых. Продолжите фразу. Дача это... Дача это сила. Это как какая-то маленькая отдушина, где можно отдохнуть и породоваться жизнью. Дача это приятное с полезным. И отдых, и в то же время поспорье в бюджете. Распределяем всем, чтобы у вас мир был и здоровье в вашем доме. Спасибо. Неотъемлемая часть жизни. Замечательно сказано. Мне уже 69 лет, на вопросы уже не отвечаю. Когда тебе 69 лет, способность отвечать на вопросы выключается. Девушка, здравствуйте. Давайте поговорим. Вам 69 лет или нет? Объясню, почему спрашивают. Я Маша. Маша, скажи, пожалуйста, у тебя есть дача? Нет, дачи у меня нет, но хотелось бы очень. А что бы делала на даче в первую очередь? Я бы посадила там розы. Обожаю розы просто. Вот такие вот розовые розы. Розовые розы, светский соколовок, светский соколовок, одноклассник левоей. Меня дают интервью девушек, которые очень любят поговорить. Это замечательно. Причем сама. Есть еще вопросы? Нет, спасибо. Все, тогда до свидания.